Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня у нас будет неочередной такой выпуск по Mortal Kombat X Mobile, потому что я, в принципе, не планировала сегодня делать какой-либо выпуск по этой игрушке, но, как вы понимаете, мы с вами давно планировали посмотреть Люкана и Таню, и сегодня, наконец-то, я смогла накопить первые 1600, как видите, уже 20 кристаллов. Честно говоря, я, наверное, дня 4 или 5 постоянно играла, пыталась вывести себе, добиться максимальных целей, как раз вчера ночью у нас обновился сезон, начался новый, и мне дали, по-моему, 200 красных этих кристаллов, ну и плюс, как вы знаете, если вы выполняете цели сезона, то у вас накапливается, короче, определенное количество кристаллов. Вот я вчера выбила 300 тысяч, у меня еще 50 плюс было. В общем, ребятки, накопили, накопили мы с вами 1620, и я предлагаю купить какого-нибудь из новых персонажей. Хочу сразу сказать, что я читала все ваши предложения, пожелания, ну как, даже не пожелания, а советы, потому что, в принципе, действительно интересно, кого же первого взять, Темного Императора Лалюкана или Кобудзюцу Таню. Я вам хочу сразу сказать, что я уже сделала примерно выбор, я и сама его сделала, и с Олегом посоветовалась, и почитала ваши комментарии, поэтому сразу прошу, не бомбите те, кто поддерживал, скажем так, другую карту, потому что, ну, потому что следующую купим ее тогда. А пока что я сейчас вам расскажу, почему я сделала выбор в плане того или иного персонажа. Давайте сначала посмотрим каждого. Значит, Люкан, у нас это преисподний мастер единоборств. В начале боя у Люкана 100% шанс критического удара, и враг оглушен на 3 секунды. В воинах фракции 200, ой, 20% шанс смертельного удара, плюс 250% урона. У него 1150 атака, 1075 здоровья, стойкость, бла-бла-бла. Понятно, друзья. Значит, это наш Люкан. Что нам скажет Танечка? Танечка у нас мастер единоборств, и, насколько я вижу, внешний мир. Трижды за матч удар с разворота наносит 25% урона всей вражеской команде. В воинах фракции 25% смертельного удара, плюс 250% урона. Так, и смотрите, у нее атака побольше, но чуть поменьше получается здоровья. Ну что, ребята, что я вам хочу сказать. Я остановила свой выбор на Тане. И я сейчас вам объясню, почему. Во-первых, многие писали, что у Тани хорошая атака, когда она атакует сразу всех троих персонажей с помощью вот этого своего приема. То есть, когда она трижды за бой может делать тройную атаку. И также мне, честно говоря, Таня интересует больше Люкану, потому что, как бы, Люкан у нас есть. Как вы знаете, у нас тут есть разные модификации, там тоже Девора или еще кого-то, или там Джонни Кейджа, и у них примерно, ну, похожие приемы. Люкан-то у нас есть, а вот Тани, Таниного перса у нас, как бы, никогда и не было. Поэтому, честно говоря, интересно посмотреть ее приемы, в принципе, ее боевку. Следующего, конечно, персонажа я хочу прикупить Люкана, то есть, постараюсь еще накопить эти кристаллы красные, рубины. Но пока что на данный момент меня вот интересует Танечка. Меня и Олег поддержал, потому что действительно новый персонаж. Интересно, каким он будет в сражениях. И ребята писали, что Таня, да, интересно, Люкан вроде быстрый такой, да, но я сколько раз не сталкивалась, ну, вот, с противниками в воинах фракции, с теми, у кого был Люкан, но у него, в принципе, боевка похожа на Люкана классическое, вот это огненные кулаки, или как он там называется. Поэтому мне просто интересно посмотреть на Таню. Я надеюсь, что и вам будет интересно посмотреть. Поэтому мы что, покупаем. Вон этот момент. Есть. Купили мы... А, смотрите, как интересно. То есть, если мы хотим ее далее покупать, то нам придется снова платить 1600 этих рубинов. Потому что, если вы знаете, допустим, того же я прикупила этого стрелка нашего куньзыня, его можно дальше теперь покупать в магазине. А, куньзыня в магазине. А вот, например, Таню, получается, здесь перекупить уже нельзя будет. Ну, хорошо. Давайте все-таки проверим на всякий случай. Но Таня, я думаю, действительно тут не может быть. Либо она может быть с кристаллами. Здесь нет. Смотрите, ее тут даже нет. Ну, хорошо. То есть, вот у нас куньзынь, которую мы с вами открыли. Ну что, ребята, давайте перейдем теперь к моей коллекции карточек. И вот наш Танечка. Я предлагаю сейчас ей дам какое-нибудь оружие. Вот у меня как раз новый уровень, но я его попозже и открою. И сегодня я хочу посмотреть, в принципе, как она у нас будет сражаться. Поэтому давайте я сейчас быстренько ее снабжу всем необходимым. Я быстренько прокачала поддержку нашей Танечки. Прокачала ее первый удар. И решила дать ей следующее снаряжение. Я решила дать молот гнева, драконий щит и дух дракона, которые раньше были у моей Мелины. Теперь я решила дать их Танечке. Значит, давайте посмотрим, каких мы можем дать ей персонажей в войне фракции. Посмотреть, как она у нас, в принципе, будет сражаться. Стоила ли покупка? Стоила ли вообще Таня того? И, ребятки, я надеюсь, что вы поддержите лайком этот ролик. Поддержите меня. Потому что все-таки я сидела, выбивала эти кристаллы. Много времени потратила. Еще и души потратила, потому что там надо было обновлять, получается. Энергию наших карточек. Поэтому, ребятушки, не забудьте поставить лайк. Мне будет очень приятно. Так, ну что? Где наша Таня? С кем? Смотрите, она у нас получается внешний мир и мастера единоборств. Давайте примерно такого же поставим ей. Ну, можно Сабзиро нам... Кто у нас? Кот Алькан, Джонни Кейдж, Гермак. Кот Алькан. Что ты можешь... Что ты нам можешь предложить? Урон исцеления призывает случайный тотем. Понятно. Понятно, что нам оно не надо. Так, хотя, ну, я думаю, что, скорее всего, придется нам взять его просто, потому что... 15 к мастерам единоборств. Отлично, она же, она мастер единоборств. Как вы видите, у меня не особо большой разброс, кстати. Все, кто писали предложения по различным комбинациям карточек, большое вам спасибо. Но, ребят, учитывайте, что у меня не все разных уровней, скажем так, разных уровней прокачки. Поэтому... Вы должны понимать, что не всегда я могу посмотреть те или иные комбинации. Просто потому, что, если, допустим, у меня один кенши максимально прокаченный, а тот же Ронин очень слабый, ну, их будет крайне сложно ставить в одну команду. Так, ну что, давайте жесткую. Сегодня по жести пройдемся. И я хотела бы сейчас пройти вот жесткий бой и потом посмотреть, раз у нас Танечка получается и мастер единоборств. Ну, короче, в общем, я вам покажу, не буду спойлерить с самого начала. Ну что, поехали. Посмотрим, как у нас наносит урон наш новый персонаж. Как она сражается. Быстрая, небыстрая. Писали, вроде, что она не очень быстрая, как атакующий. Ну, посмотрим. Так, ну, подгружайся давай. Отлично. Ну, как вы понимаете, она у нас сейчас очень слаб, слушайте. Я бы не сказала, что она такая прям уж медленно. Ну, она, конечно, не Кейси Кейдж. Так, давайте посмотрим ее. Воу. Ладно. Будем со временем разбираться, как у нее наносятся удары. А, тут все понятно. Вопрос от пал, как они наносятся. Слушайте, хорошо, конечно, она у нас так дерется. Есть. Джакс, не надо было этого делать. Так, раз. Ну, примерно. Так, давайте пусть она у нас немножко восстановится. Так, отлично. Мы пустили пока Сабзира в ход. Так, все, проваливай. Мне Таня больше интересно. Тем более, что у нас и насмотр Тани сейчас. Давай, Танюш. Покажи нам мастер-класс. Хоть у нас всего лишь еще первого левела. Так, раз. Ладненько, конечно, я понимаю. Есть. Я бы не сказала, что она настолько медленный персонаж, как писали в комментариях, что она очень медленно бьет и за нее сложно играть. Ну, в принципе, такой персонаж. 50 на 50 в плане боевки. Ну, мы пока не можем судить о ней. Так, смотрите, у нас уже прошел этот вариант. Значит, теперь давайте удар с разворот. У нас есть второй спецприем. Мы разблокировали. Сразу я предлагаю его качнуть. Так, так. Все, готово. Значит, у нас уже, смотрите, 2700, 2400. Ну, нехорошо. Хорошо мы так с вами идем. Слушайте, так она у нас получается мощнее, чем тот же Коталькан. Кстати, посмотрите. Ну, учит, правда, у нее, конечно, усиление стоят. Усилители я поставила хорошие, прокаченные. Но все равно... Давай, Танюш. Покажи нам здесь мастер-класс. Ну... О! Отлично. Так, давайте попробуем сейчас добить его до... второго урона. До второго приема. Ничего себе. Так, ну что? Оп. Ого. Слушайте, смотрите, получается, она наносит сразу же урон... Получается, вот этот второй урон она наносит сразу всем. Когда мы его используем. Так, а ну, пожалуйста, уважаемые, не подлагивайте. Ребята, если видите лаги, прошу прощения. Я не знаю, с чем они связаны. Вроде, что, не качается, не загружается. Так, отлично. Слабенько, конечно, но... Смотрите, у нас уже 3000. Персонажи наши, противники, не такие сильные. Что я вам хочу сказать? Второй прием достаточно интересный. Получается, вот этот второй прием, он наносит нам урон, получается, по всей... Ребята, мы сражаемся... Это не Олег, я вам сразу скажу. Первый раз мы с вами встретили фейка Брейна. Я Олегу расскажу, потом посмеется. Так, вот, видите? Она действительно наносит, получается, урон всем сразу. Олежа, фейковая Олежа. Прости, но я тебя вынесу, Танечкой. Стой. Таня, блокируй! Да, не успели заблокировать. Хоп. Интересно, у меня интересный этот первый прием у него, я его ни у кого не видела. Первый раз, ребятки, я первый раз столкнулась с Олегом, ну, получается, с его фейком, я его встретила в этих воинах фракции. Если вы его встречали, не забывайте ставить лайк, если вы видели фейка его. По-ло-ло-ло-ло-ло-лоу! С нами будет сейчас сражаться. И у него, получается, серебряные кенши довольно-таки мощные. Ну, хорошо. Мне нравится, что у нашей Тани, получается, есть усиление, можно поставить ей карту, допустим, кто дает одну очко от мастеров единоборств, а вторую от внешнего мира. Так. Так, 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 так. Вот, давайте еще раз посмотрим, как у нас этот прием работает. О, смотри, послушайте, так она не 25 процентов, она, по-моему, всего оставляет у них 25 процентов. Таня, стой. Хорошие у нее удары. Хорошие. Отлично. Просто прекрасно. Есть. Смотрите, у нее, получается, при первом же уровне слияния, ей за каждый новый левел дается по 300 очко... ну, получается, 300 туда и 200 к здоровью добавляется. Это довольно большой показатель, потому что я, когда играла в Воины Фракции, проходила, я брала разные комбинации карт, подбирала, подобрала, кстати, для роликов, будущих уже после того, как мы посмотрим все остальные. Довольно хорошие комбинации. И... там добавлялось, ну, могло, по 40 за каждый левел. Так. Ну, Танюша. Отлично. Ага, вот тут, смотрите, она, получается, в зависимости, наверное, от вашего левела она и будет выносить. Действительно, вот Танюша, получается, примерно 25 процентов она снесла. Так, давай вот так сделаем. Есть. Вынесли. Ждем. Ребят, она просто... просто нагибает. Я бы ее поставила, знаете, с кем в команде? С Кунзинем вот этим новым, потому что Кунзинь, я за него очень часто играла, очень классный перс. Я вам реально советую, когда начнется этот испытание, я вам советую пройти эти испытания и вообще, в принципе, поиграть, потому что он мощный, его можно действительно в команду добавить, он классные уроны может наносить. Так, ну что? Здравствуйте, мистер Владимир. Мистер Владимир. Тихо, стоим. Жалко мы не можем... Хотя, смотрите, у меня сейчас идея... Тихо. Идейка появилась. Так, Танюха, давай. Давай, Таня. Ты у нас покажешь мастер-класс. Вот, да, действительно, 25% все-таки она сносит. Хотя мне казалось, что когда мы с вами первый раз смотрели, она у нас носила чуть поменьше. Ну, то есть там оставалось совсем пару процентов здоровья. Так, отлично. У нас уже Танюшка дошла до 10 уровня, друзья. Так. И это есть прекрасно. Но, получается, пока этот прием мы не можем на 20 уровне. Надо сейчас как-нибудь качнуться до 20-очки, чтобы посмотреть третий прием Таньки. Даже будет интересно, как он будет выглядеть. Какая у нее, получается, какой у нее икс-рейчик. Так. Поехали. Давай, Танюха. Давай, 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 Танюш. Оп. И это, говорят, слабый персонаж. Ребят, не, я с вами не согласна, что Таня слабая. Вы посмотрите, как она просто тут всех выносит. Просто моментально выносит. Я давайте сейчас посмотрю, сколько у нее... Ага, у нее уже 4,3. Знаете, давайте ее попробуем поставить. Я хочу сейчас пройти еще парочку боевок и попробовать ее довести до 20-го левела, чтобы мы могли вместе с вами посмотреть ее икс-рей. Так как у нас пока что он недоступен, давайте-ка подберем ей более мощную команду. Значит, кто у нас тут есть? У нее 4... А, нет, 4,4. Простите, пожалуйста. 4 и 4. Кто у нас тут есть? У нас есть Скорбная Китана, да, у нас дает, получается, очко представителей внешнего мира. Ну, давайте возьмем Скорбную Китану. Китана. И мы с вами можем взять... Что у нас Джонни Кейдж скажет? Урон бойцам преисподней? Не, не хочу. Надо кого-то... Давайте с Кунзинем попробуем поставить. Правда, они немножко отличаются по показателям, но, ребята, это максимально близкие показатели, вы должны это понимать. Давайте обычную битву еще сейчас пройдем. Посмотрим, как она будет с чуть более мощными персонажами. Так, поехали. Как она будет сражаться в более мощной команде, как она сможет наносить свой этот второй урон. Кстати, сейчас у нас по идее должно быть два очка слияния. Ну, два очка этих... Два очка силы. Так как мы с вами поставили Скорбную Китану... О! Вот, друзья, давайте начнем как раз с этого удара. Отлично. Потому что ничего себе она так выносит. Давай, Танюха. Да, у нее... Я согласна, у нее не супер мощные, не супер быстрые удары, но... Сила у них прекрасная. Вот, посмотрите, как мы шиноку так показали. Есть. Стоп, стоп, стоп. Котель Канн... О, ребята! Нас вынесли, ладно. Сейчас у нас Кунь-Дзинь покажет мастер-класс. Давай. Кунь-Дзинь. Дзинь? Ты классный. Стоим, ждем. Кстати, мне интересно, ребята, у вас тоже Кутель Канн всегда делает получается блокбрейн? Ой, не люблю вот эти диагональные. Так, а ну иди сюда. Иди сюда. Красавец. Да. Прекрасно. Давай, давай. Бей его, бей его. Есть. Молодец. Так, Китана вынесла его. Это есть очень хорошо. Ну, Танюха, как вы видите, она у нас действительно пока слабоватая девочка. Слабенькая. Ну, ничего, мы ее качнем с вами. И она у нас будет всех тут выносить. Для своего левела, мне кажется, у нее даже более чем хорошие показатели. Так, ну что, Танюх. Давай еще прием. Пока его никто не ожидал. О. Ой-ой-ой-ой, Джейсон. Джейсон у нас, получается, не сильно пострадал от нашего. Приема. Так, раз. Вас. Оу-оу-оу-оу-оу. Давайте выпечем из него. Очко силы. Надо все-таки Танюхей. Давайте подзавязаться. Давай же выбивайся. Уважаемый Бетта, простите, пожалуйста, если я вас вынесу. Ах, ты же обманка такая. Так. Поехали. Танюха. Танюха идет в бой. Стоп, 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 Джейсон. Мне надо у тебя очку силы забрать. Как-то не камильфо получается. Получается. Давай же, родная. Сейчас он упадет. Меняем на Крунзиня. Готово. А, у нас еще Дивуура, слушай, все там осталось. Оп. Так, она свою одну очку потратила. Давайте сделаем вот так. Оп. Есть. Ждем. Ах ты, маленькая зараза, ну. Иди сюда. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Есть. Ну, Кунзинь добил у нас Дивуру. Смотрите, значит, получается, в более сложных битвах, конечно, нам будет сражаться сложнее. Так, далее. Поехали. Вот, смотрите, у нас сейчас будет Темный Император против нас. Соня и Джонни. Соня и Джонни. Хорошо. Сейчас попробуем. И их пройти, конечно же. Я не успеваю. Вы даже не успеваете поставить блок, ребята, я вам сразу говорю. Так. О, неплохо так. Соня, хватит меня блокировать. У меня иногда была пара боевых, друзья. Когда персонаж, дупо, допустим, весь бой, они стояли и блокировали меня. Немножко бесило. Так, давай. Тихо, тихо, тихо. Плохо, плохо получилось. Давайте его вынесем. Постараемся, по крайней мере. А что ж такое зараза-то? Тихо. Есть. Стоим, ждем. Джонни, не надо. Не надо делать свои приемы. О. Это есть очень хорошо. О, нехорошо было. У Танюхи как раз второй прием. Ой-ой-ой-ой. Ой, ребят, я даже не уверена, что у нас сейчас получится. Видите? Блин, блин. Давай, Танюха, 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 Танюха. Давай, Танюха, Танюха. Все. Все, нас вынесли. Ну, а этого и стоило ожидать, потому что команда у нас на данный момент все-таки слабенькая. И, как вы видите, у нас только до 13 уровня мы успели наш Танюху качнуть. Ну что, друзья, что я вам хочу сказать. Вот такая у нас Танечка получилась. На мой взгляд, довольно-таки интересный персонаж. И все же я предлагаю посмотреть еще один прием, который мы с вами так и не посмотрели. В общем, я сидела сейчас минут 40, качала нашу Таню. Оказывается, надо же ее до 20-го левела было качнуть, чтобы мы смогли с вами открыть ее Икс Рей. В общем, я открыла ее Икс Рей. И я ей поставила в команду Шаолинь Кунзинь, который дает одно очко силы, и Китану. И я предлагаю, давайте быстренько пройдем одну быструю битву. Заодно посмотрим, как будет выглядеть ее Икс Рей. Мне даже интересно, потому что, конечно, второй прием, ребята, это нечто. Он такой классный урон наносит всем трем персонажам. Поэтому сейчас мы с вами посмотрим, надеюсь, посмотрим ее третий прием. Ну, родная. Давай, пожалуйста, пусть у нас будет такая возможность. Есть! Ну что, вы готовы? Так. О! Ну, конечно, как классическая десятая морпухи. Ну, по сути, я, да, я не зря прокачивалась. Ну, сейчас я вам постараюсь быстренько тут показать, как у нас тут идут боевки. Да, у нас немножко сейчас команда такая неуравновешенная. Ну как, примерно уравновешенная. То есть у нас, по-моему, Кунзинь там три тысячи, Таня у нас... Тихо. Таня у нас пять чем-то тысяч. А у меня с Китана, по-моему, четыре тысячи у нее урон. Ну, я вам честно скажу, что меня второй прием приятно очень удивил. То есть Таня реально очень мощная. Виктори! Победили мы с вами. И я предлагаю сейчас уже подвести итоги, что этого персонажа вообще стоит за него играть, не стоит, стоит ли его покупать и вообще, как он себя ведет. В общем, за эти 40 минут, ребята, я прошла, я не знаю, сколько я боевок прошла, но, как вы видите, мы уже стали элитным претендентом в списке лидеров. И что я вам скажу, друзья? Таня выносит отлично. То есть, в принципе, если ее ставить с более слабыми персонажами, она уделывает всех. Вторым приемом она наносит очень большой урон, она чуть ли не до максимума может урон нанести. Ну, там, конечно, не 25%. У кого-то 25% она сносит, у кого-то она сносит гораздо больше. То есть, вот видите, 25 шансов смертельного урона. 25% урона всей вражеской команде. То есть, наверное, все еще зависит от показателей ваших врагов. Довольно четкие, быстрые удары. У нее очень много вот этих смертельных ударов она наносит за время игры. И, в принципе, вот в такой команде, в принципе, я бы попробовала поиграть, потому что у нее сразу же доступен X-Ray. То есть, она у нас такая уже сразу прокаченная мадамочка получается. Я вам хочу сказать, что я не жалею, что я выбрала Таню. Да, за Люкана я еще не играла. Я думаю, что Люкан мне тоже понравится, но покупкой Тани я довольна. Если вы сейчас тоже ищете за кого поиграть, советую, ну, вы уже, наверное, ролик посмотрели, раз так как это конец уже ролика, то, я думаю, вы можете хотя бы сделать, как бы, принять решение, основываясь вот на Танечке. Если вы уже видели у кого-то Люкана, то тем более сможете сделать правильный выбор. Ну, кто вам будет интереснее, кто вам будет ближе по боевкам. Люкана, я думаю, мы с вами тоже обязательно посмотрим, как накопим рубины эти красные. Ну, а пока что, друзья, поставьте, пожалуйста, лайк, если вам понравился этот ролик, потому что не зря же я потратила кучу-кучу-кучу времени на прокачку Тани, на набивание этих красных камушков. Мне будет приятно, и я буду знать, что вам нравится Мартуха. Вот мобильная версия, тем более, когда мы открываем различные интересные карточки. Не за горами у нас новые комбинации карт, я вам покажу те комбинации, которые на данный момент я отобрала, и потом будем проверять ваши комбинации, которые вы предлагаете в комментариях. Большое спасибо, что смотрели, что дождались вместе со мной открытия нового персонажа. Я желаю вам всем хороших выходных, отличного настроения, проведите их как-нибудь с пользой, где-нибудь отдохните на природе, и хорошего вам всем настроения, друзья. Всем пока-пока.